Всем привет! Говорит и показывает главный лечащий психиатрический врач города Москвы. Сегодня мы будем разбирать нашу одну пациентку. У этой пациентки очень-очень сильный психиатрический срыв. Давайте почитаем, что наша любимая эскортница сегодня написала. Опять КДК к нам цепляется, при том, что вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах Спартака. Что? Что? Над вами все смеются. Над вами все смеются, потому что клубом, бывшим, хорошим, великим клубом руководишь. Ты эскортница! Тебя нельзя допускать даже до управления борделем! Понятно? Вся проблема Спартака, потому что клубом управляешь ты! Читаем дальше. Нам должны доплачивать, а не штрафовать. Ой, блядь, доплачивать, блядь. Блядь, это пиздец. Блядь, ну это... Ну ладно, читаем дальше. Благодаря Спартаку возродился интерес к кубковому матчу. Блядь, у кого возродился? Боличка Спартака? Мне лично до пизды. Финала Кубка России. Да и многим тоже. В прошлом году уничтожали ТДСК. Здесь с квалификациями. А сейчас взялись, заванули. Ой, блядь. Ой, блядь, как же ты заебалом нить уже. Отвяжитесь уже со своими штрафами и наказанием от тренера и клуба. Сделайте, наконец, что-нибудь конструктивное ради футбола. Ой, ты так много взяла, что аж пиздец, блядь. Мы слишком свободны и непокорны. Ой, ёпт, твою мать. Свободны и непокорны, остальные в кандалах сидят. Свободны и мы, Стваки. Спартак такой свободны и непокорны. А Газпром-тос постоянно убивает все манили. Ой, хо-хо. Мы слишком свободны и покорны в этом сознании. Нас сложно загнать в рамки даже технической суры. Ай, пиздец, блядь. Читаем дальше. Посмотрите, сколько жизней и кайфа в АПЛ и серии А на их тренерской скамейке. В России должно быть так же, а не тухлое болото. Блядь, ты ёбнутая. Я тебе объясню. Ты нихуя не понимаешь, да? Ты понимаешь только в длине члена, да? В длине, просто в длине члена, да? Если ты в другом не понимаешь ни в чем, да? Тебя ставят на должность, потому что ты жена Федуна. Да, да, я тебе объясню, что в АПЛ и серии А дисквалифицируют тренеров с добрым утром. Да, вообще вот. И не за это такие случаи. Причем наиболее серьезные санкции проходят в Англии. Там просто за неэтичное поведение тебе нахуй, блядь. Дисквалификацию могут на 5 матчей в ебать, блядь. Вот, это абсолютно нормально. Вот, так что ты не верщи то, чему не знаешь. В АПЛ и серии А там нормально дисквалифицируют тренеров. Вот. Читаем дальше. Теперь самое главное. На матч с Зенитом назначили и водо-водовары. Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и бояться повторения истории. Че? Че, парни? Че, реально? Че? Я че-то хуел, прочел, блядь. Блядь, че-то у нас русский. Еще раз прочел. Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории. Какой истории? Вот этого 7-1, да? Мы боимся повторения истории? Зарем, у тебя, понимаешь, вот, сколько нассувал Зенит тогда Спартаку, у тебя столько дырок нет. Понимаешь, в чем еще проблема? Вот. Какое повторение истории? Блядь, это же предпитит. Читаем еще раз. Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и повторение истории, когда на глазах всего Газпромского руководства не удастся отметить чемпионство. То есть она хотела сказать, что Зенит будет в Москве отмечать чемпионство. Да мы уже его отметили. Ёбнутое, блядь. Объясните это, ёбнутое, блядь. Что мы уже отметили чемпионство. Причем дважды. Я лично отмечал чемпионство. Я со своим сыном ходил на матчи с Зенитой и Химки. После матча было официальное празднование. Официальное празднование. Если, блядь, она не понимает этого, не знает, блядь. Шлифи она думает, что весь мир, блядь, и вся Россия окруженном кат, блядь, да, и все чемпионство нужно праздновать только в Москве. Ну, блядь, я не могу понять, блядь. Я даже не знаю, как такого диагноза, который я можу поставить. Ну, блядь, я вообще, это же какой-то пиздец. Теперь, теперь возвращаемся к главному лечащему врачу. Я, как главный врач, поставлю диагноз. Диагноз. Вот это психиатрически больной. Мой диагноз следующий, ребят. Дело в том, что у нее очень жесткий недотрах. Очень жесткий недотрах. Ну, да, Фиду, наверное, занимается там своими какими-то делами. Шелл покупает, да. Шелл покупает. Вы представьте, вы так уже думаете. Он покупает все заводы, предприятия Шелл в России, да. А бюджет Спартака будет сокращен в 2-4 раза. Охуительно. Удивительно. Блядь, мы так обничали, блядь. Ладно, парни, это отдельный будет ролик по этому поводу, потому что это пиздец. То есть, вернемся к нашей пациентке еще раз, еще раз повторяю, что на мой взгляд, на мой взгляд, как лечащего врача, данное психиатрическое заболевание, острая фаза вот этого психического синдрома, узыремы, да, оно вызвано в первую очередь жестким недотрахом. Это абсолютно нормально, у всех это женщин, то есть, если у женщины недостаточно трахать, то у нее развиваются психические и нервные недомогания. Это я так мягко говорю. Начинают психовать, орать, бить посуду, блядь. Блядь, какую-то хуйню вытворят жестко. Но когда ее хорошо трахнешь, любую женщину, только зарема, она сразу ласковая, как кошечка становится. Это просто недотрах. Понимаете? Недотрах. Я рекомендую выписать специальный рецепт, где нужно сказать, зареме проводить дополнительные занятия. Я тебе в Москве потрахами. Ну вот надо вот там, с мужиками там, за деньги. Вот и все. И это вылечит ее от данного психического синдрома. Всем пока.